А я вот, между прочим, слышал, что приобретением очков лучше не торопиться, а лучше берегите свое зрение и делайте зарядку. А вот о здоровье и о заботе о животных мы готовы поговорить прямо сейчас. Между прочим, у нас уже есть гость. А в гостях у нас Анастасия Лисовская-Чудинович. Доброе утро. Первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Республики Крым. Ну и расскажите, пожалуйста, вот мы видим, что в наших улицах все-таки есть еще бездомные животные, и их щипируют, правильно? В каких, ну вот скажите, пожалуйста, как часто это происходит, да, и вообще что делать, если я вижу, что это животное, особенно если оно в стае, куда мне бежать, куда обращаться и вообще что делать? Программа по отлову и стерилизации безнадзорных животных на территории Республики Крым уже работает на протяжении трех лет, и вот 2020 год, это уже четвертый год, который мы будем реализовывать эту кампанию. Те животные, которых вы видите на улице и которые имеют на ушках разного цвета маленькие бирочки, голубые, желтенькие, в зависимости от того, какой год стерилизованный это животное, зависит цвет бирки. Это животное, которое в принципе не несет никакой опасности, да, если там не спровоцировать какую-то агрессию этого животного. Если такое животное нанесло вам какие-то покусы, да, ослюнение, то есть произошел какой-то контакт с этим животным, в обязательном порядке надо обращаться в лечебное учреждение за оказанием себе в первую очередь помощи. А для того, чтобы данное животное, если оно не стерилизовано, отловили и стерилизовали, необходимо обращаться в администрацию того муниципального образования, в котором вы находитесь. Ну, если это Симферополь, то в администрацию Симферополя, если там, допустим, Евпатория, то... Да, на сегодняшний день в соответствии с нашим крымским законом, обязанность по стерилизации, отлову стерилизации возложена именно на муниципальное образование. Если не ошибаюсь, вот была заключена такая вот договор или возможность, чтобы, допустим, одно предприятие их вылавливало, привозило, да, или можно самому как-то сделать, допустим, если вот волонтеры будут как-то с вами сотрудничать. Нельзя вот, нет, я имею в виду выловить, к вам привезти, допустим, да, и чтобы вы все сделали, что вам нужно. Если это волонтерская организация, которая вот ставит себе за цель вот такой вид деятельности, и мы это поощряем, конечно, они занимаются вот где-то за какими-то группой, за каких-то животных, они ухаживают, наблюдают за ней, вот, они занимаются стерилизацией, то есть они сами, эти собаки контактные, да, они достаточно хорошо знают тех людей, которые за ними ухаживают, они могут их привезти в ветеринарную клинику и там самостоятельно простерилизовать. Но в самом начале мы говорили о конкретно тех обязанностях, которые возложены на органы муниципального образования. Ежегодно из бюджета Республики Крым выделяются средства на проведение этих мероприятий, которые распределяются по муниципалитетам. Муниципалитеты заключают государственные контракты со специализированными организациями, и вот происходит уже вот комплексный системный процесс. Только ли стерилизуют и чипируют, или, допустим, там тоже вакцины, если не ошибаюсь? В обязательном порядке при отлове и стерилизации осуществляется вакцинация от бешенства этих животных, обязательное чипирование этих животных, потому что это государственные деньги, мы должны их учитывать, да, как они тратятся. И, соответственно, каждому животному вживляется чип. Как-то тенденции в последнее время в этом направлении поменялись? То есть вот я слышал, там, то в один год больше собачек, то в другой год больше котят. Есть ли результат, да, в этих процедурах? Результат мы заметили вот в прошлом году, когда муниципальные образования обратились к нам с просьбой пересмотреть количество стерилизуемых животных, потому что если раньше мы стерилизовали только женские особи, да, то на какой-то, вот на третий год поняли о том, что вот женских особей, в принципе, уже не так много осталось. Мы приняли решение о том, что давайте будем стерилизовать и кобелей. И вы знаете, популяция безнадзорных животных отреагировала вот очень естественно в плане того, что весь приплод, который рождался, обычно он распределяется 50 на 50, то есть женские и мужские особи, то тут приплод на 80-90% состоял из женских особей, то есть популяция безнадзорных животных, ощущая, что она уменьшается, да, стремительно уменьшается. Да, начала просто себя восполнять путем того, что стало появляться больше женских особей. Вот мне кажется, здесь именно вот этот факт, сам природный, да, биологический факт, физиологический, говорит о том, что мы на правильном пути. Ну это природа, да. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости и поговорили с нами на такую важную тему. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Республики Крым. Мы желаем вам доброго утра.